Приветствую вас! Вы знаете, ну так вот, конечно, на первый взгляд, если говорить, да, так, конечно, если прям смотреть, да, то набрашивается такой ответ сразу, что да, конечно, стоит переходить с работы нелюбимой, тем более, если она нелюбимая, да, казалось бы здесь всё просто, но я думаю, что на самом деле всё не совсем так, на самом деле всё не совсем так, вот. То есть вам здесь нужно внимательно изучить определённые аспекты, которые я сейчас вам поясню. Смотрите, начнём с того, для начала, что каким-то образом вы на эту работу, которая нелюбимая, которая вам не нравится, пришли. То есть вы пришли как-то к тому, что стали работать на нелюбимой работе. Для чего вы стали на ней работать? Вот. Чего вы ожидали? Ну, когда начинали работать, ну, вот, на том месте, где вы, куда вы устроили. Вот. Чего ожидали, чего, значит, хотели, на что рассчитывали. Вот. Мне кажется, что это очень важно понимать, если вы хотите для себя ответить на вопросы, которые у вас есть. Потому что, ну, это важно. Да? Вот. Дальше. По какой-то причине, по какой-то причине, ваша работа является для вас нелюбимой. То есть она вам не нравится. И, соответственно, раз так случилось, что работа вам не нравится, то получается, что вы пришли. А, значит, ну, вы пришли на нее ради чего-то. Ради чего-то. Ради каких-то целей, каких-то, может быть, достижений, да, и так далее. То есть вам необходимо обратить свое внимание именно на данный аспект. Для чего вы устроились на эту работу? Зачем? Чем она вам не нравится, например, да? Чем она вас не устраивает, например. То есть вот такие аспекты тоже вам необходимо для себя понять. Дальше. Куда вы уходите? То есть, ну, вот. Вы собираетесь переходить на другую работу или вы собираетесь вообще уходить? Совсем. Это, на мой взгляд, тоже довольно важный момент, потому что от этого зависит, по сути дела, что вы будете, как вы будете действовать дальше. То есть, либо вы будете идти вперед, то есть вы будете двигаться вперед по, ну, по жизненным, по положительному пути, либо вы будете, значит, так сказать, стагнировать, да, то есть затухать и никуда двигаться вообще вы не будете. Вот. Что, естественно, не является позитивным, чем-то, естественно, не является хорошим, чем-то, естественно, на вас кажется очень-очень негативным. Вот. Для того, чтобы знать все эти аспекты, для того, чтобы знать все нюансы, нужно, конечно, с тобой определить, почему вы вообще пришли на нелюбимую работу. То есть, как вы для себя решили вот этот вот конфликт, который у вас, по-видимому, имел место быть? Как вы решили этот конфликт для себя сами? Вот. И решили ли вы его вообще? Может быть, у вас так и осталась какая-то неудовлетворенность, связанная с тем, что вы работаете на нелюбимой работе? Без этого я, конечно же, не знаю. Но это обязательно нужно рассмотреть, потому что это важная информация. Вот. Которую в любом случае нужно разобрать. Да? Вот. И, соответственно, что необходимо сделать, это определиться со своими целями. Т.е., если вы, грубо говоря, уходите, да, если вы уходите с какого-то места, да, если вы уходите с какого-то места работы, нужно понимать. куда вы уходите, нужно понимать, ради чего вы уходите, зачем вы уходите, вот. И, собственно говоря, это всё в итоге и даст вам понимание того, стоит ли или нет. Отдельный вопрос заключается в том, почему вы спрашиваете нас об этом. То есть, отдельный вопрос заключается в том, почему вы задаёте этот вопрос нам. Почему вы на нас, как бы, перевешиваете ответственность, перекладываете ответственность за, значит, ну вот, за принятие своего решения, за принятие решения касательно вашей жизни. Вот. И мне кажется, что это тоже очень важный момент. Если вы делаете так, например, периодически, если вы делаете так всё время, да, вот, то в этом, безусловно, ничего хорошего для вас нет. Если вы перекладываете ответственность себя на других людей, вот, мне кажется, что тут вы ничего не добьётесь. И нужно смотреть, по какой причине вы выбираете, вот, собственно, такую модель, значит, поведения, по какой причине вы выбираете такую модель взаимодействия, да, значит, при которой решение за вас принимает кто-то другой. Вот. То есть мне кажется, что данный аспект тоже необходимо рассмотреть и как следует изучить, чтобы вы для себя как можно более чётко это тоже понимали. Вот. Ну, если вы задаёте свой вопрос изначально в раздел, например, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ свой вопрос, если вы хотите погадать. С точки зрения психологии информации вы предоставили очень мало. Вот. На мой взгляд, основная сложность в том, что вы не разрешили для себя окончательно вот этот вот конфликт, что я перешел на нелюбимую работу, которая меня, грубо говоря, не устраивает. Вот. Я перешел на эту работу. И я не доволен работой. Вот. Знаете, вот это, на мой взгляд, основная проблема, которую я вижу. Вот. Потому что, ну, если человек принимает решение делать то, что ему не нравится, например, да, если человек принимает решение такого типа, то, во-первых, должны быть четкие цели, для чего он это делает. Это первое. И второе. Человек, он обязательно должен компенсировать, ему нужно компенсировать, вот эту вот неудовлетворенность со своим, ну, каким-то либо любимыми занятиями, да, либо, если это, если это нелюбимые занятия, то какие-то хобби, какие-то увлечения, какие-то, приятные вещи для себя, для себя, да, то есть на нелюбимой работе вы не реализуетесь. На нелюбимой работе вы, напротив, получаете определенный заряд негатива, вот. Который по большому счету может сыграть с вами очень-очень-очень злую шутку, вот. Ну, просто потому что это негатив, и вы либо понимаете, что это негатив, и что-то делаете с ним, да, вот. Либо вы ничего не делаете, просто терпите, значит, миритесь с этим и так далее, понимаете? Вот. И тут уже зависит исключительно и полностью от нас, какой вы сделаете выбор. И, к сожалению, к сожалению, вот, пока, значит, ну, то, что я вижу, да? То, что я вижу, ага, это то, что вы реализуетесь не самостоятельно, да, не собственным выбором, вот, а реализуетесь вы какими-то другими моментами. То есть, ну, вы руководствуете какими-то другими аспектами, вот. И мне, если честно, не кажется, что это хорошая идея, потому что, ну, так вы рискуете потерять время, так вы рискуете потерять себя, вот, и по итогу вы рискуете просто-напросто ничего не добиться, вот. Как мне кажется. Вот. Поэтому смотрите, решайте, думайте, выбирайте. И я надеюсь только лишь на то, что ваш выбор будет правильный, и вы сможете, сможете сделать то, что нужно. То есть, вы сможете принять такое решение, которое вас устроит. Но, очень важно, очень важно, чтобы это решение было именно важным. Чтобы оно не было чьим-то. Чтобы оно не было, например, моим или кого-то еще, да? Вот. Понимаете? На мой взгляд, это одно из самых, значит, главных условий. Для того, чтобы решение, принятое вами, было максимально адекватным. Вот. Ну что ж, в принципе, я думаю, что на ваш вопрос я ответил. Я думаю, что я ответил на него более чем полно, вот. И надеюсь, что что-то вы для себя почерпнули из моего ответа. Вот. Я желаю вам всего доброго, удачи в принятии решения. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, значит, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Вот. Я надеюсь, что у вас все в жизни образуется, что вы все-таки сделаете то, что хотите. И впредь будете прислушиваться исключительно только к себе и никому больше. Всего вам самого доброго, удачи и успехов!